Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Не устали вы ещё от меня? Ну, вообще, вот час прошёл, пора новости уже делать, потому что новости крышесносящие. Вот Саратов, Саратов всё говорят, Саратов, есть такой Володин, да, саратовский, предложил обсудить актуальность Конституции, он сейчас председатель Госдумы, вот, и, значит, предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции, ну, в общем, короче говоря, будут под Путина менять Конституцию, будет царский режим, ещё что-то такое, всё это объяснят ребята, что лучше жить при царе, при царе, вон как жили, вот, и сейчас тоже будет царь, и будет хорошо. Дебилы, как он сказал, дебилы, ещё какое-то слово, я его забыл. Ну, ладно, Путин, обсудил с Лукашенко цены на энергоресурсы, а-а-а, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, затратилась повестка, и договорились провести ещё одну встречу до Нового года. Ну, в общем, в общем, что-то Белоруссия не хочет покупать дорого газ, потому что, не потому что население будет лучше или хуже, там им население, им на население давным-давно наплевать, вот, просто вот, с высокой горьки слюной. Нет, ну как же, карман-то, карман пустеет, да, карман пустеет, ой-ой-ой, Минздрав России подготовил новый проект антитабачной политики. Казалось бы, надо радоваться, да, против табака, всё, табак – это медленная смерть, а мы не торопимся. Уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. На 30 лет загадывают, да, тут 2019 год остался, всё, всё, ребята, вот 2019 – это будет капец. Точно говорю, тут дальше ещё послушайте, снизить до 5%. Вот интересно, до 5%, что будет 5% курящих, что ли, или на 5% снизить? Планируется снизить до 5%, в ближайшие 30 лет, а затем поэтапно вывести табак из оборота. Самосад будут курить, ещё говорят, чай курит. Ладно. Составить список одиозных иностранных политиков предложил глава Комитета Совета Федерации по международным делам такой Косачёв. Ой, блин, ой, блин, одиозных будут туда записывать, запишут, Трампа туда запишут, одиозные, англичанку, которая вредит, запишут всех. А друзья кто останутся? Ин. Потом этот вот ещё, который там в Африке где-то людей есть. Ого-го-го-го. Идиоты. Вот чем занимаются, да? Вот ещё интересно, жительница Екатеринбурга, у которой забрали приёмных детей после операции на груди, уехала из России вместе с семьёй. Ей, в общем, сказали так, что Юлия Савиновских, её фамилия, там целая история. Ребята, ей вменяют вину, что она удалила себе грудь из-за того, что она хочет стать мужчиной, а раз так, у неё приёмных детей забрали. Своих, правда, оставили. Вот она со своими смоталась в Испанию, да? Здесь меня уважают, к моим проблемам относятся к сочувствиям. Ну, понятно, Испания нормальная страна, да? Она уехала из России, опасаясь за безопасность своей семьи, и ей угрожали, что заберут и родных детей. Смысл в чём? Зачем она удалила грудь? Ребята, у неё был седьмой размер. Седьмой! Я не могу себе представить, что такое седьмой размер. Это что-то такое, уже наволочки продаются вместо бюстгальтеров, да? Она себе её просто уменьшила. Я даже знаю, была какая-то теннисистка. Тоже у неё была большая грудь. Она ей мешала, значит, вот ракеткой махать. А на неё, наоборот, мужики собирали, чтобы посмотреть, как у неё, значит, это всё ходит. Так она себе удалила. Ну, не удалила, уменьшила грудь. У неё тоже был пятый, шестой, седьмой, двенадцатый. Не помню. Вот. И ничего, да. Ну, это там у них, на загнивающем Западе. А вот это вот женщине мешало, действительно. Мешало. Вот. И, значит, решили, что вот она становится мужчиной. Идентифицирует себя как... Если бы она идентифицировала себя, она бы гормоны пила. Она бы совсем бы её отрезала. Как-то так, да. Она просто уменьшила. Я про дебилов уже говорил. Уже говорил. Нельзя повторяться. И чем, тем временем Путин чем занимается? Кроме встречи с Лукашенко, он подписал закон о любительском рыболовстве. Бзжжж. Я упал. Чтобы Трамп занимался любительством рыболовства. Других дел нету, да? Ему в Твиттере надо писать. Россия. О! Глобальное замедление и экономика РФ. Ну, якобы. Во всем мире глобальное замедление. И вот тоже экономика России тоже будет на 0,2% ниже прогноза, сделанного в июне. Ребят. Причём здесь глобальное замедление или что-то? Ну, воруют просто. Ну, всё разворовали уже. Всё, что можно. Вот они так не напишут. Они пишут глобальное замедление. Причины. Глобальное замедление. Дрит твое. Вот ещё. Да, вот я уже говорил, что будет. Да, эксперты предсказали революцию в России. Ну, не знаю. Это какой-то жёлтый сайт. Ну, вот выводы. Политические эксперты. Михаил Дмитриев, Сергей Белановский, Анастасия Никольская и Елена Черепанова. Если кто-то знает таких личностей, скажите мне. Ну, смысл в том... Ну, вот они якобы точно спрогнозировали массы протеста населения в 2012-м. Болотную площадь. И вот они... Чё, говорит, перелом, что ли? В сознании-то уже. Холодильник побеждает телевизор. Чтобы ослабить растущий негативизм населения, я читаю, эксперты предлагают изменить формат взаимодействия власти с людьми. Смешно, да? Смешно, смешно. ФСБ ищет деньги Росатома. Арестовали владельца какого-то бывшего гендиректора Росатомстрой, Хасана Тумгоева. Бедняга. 40 миллиардов рублей. Да я уже не реагирую. 40, 20. У меня всё равно. У меня даже миллиарда не было никогда. Я не видел. Я не представляю, сколько это денег. Ну, вот, в общем, да. Росатом. Ну, даёт. Согласно версии следователя. Подписал госконтракт. Приёмка работ. Ну, это всё, это всё, что угодно можно, да. И Росатом, и Росавтомобили, и Роспаровозы. И всё одно и то же. Ладно. И вот ещё Андрей Толубеев. Трудная судьба народного артиста. Какой-то здесь вот завёлся на дзене, да. И всё пишет о трудных судьбах, судьбах российских артистов. Так вот, посмотришь, у всех такие трудные судьбы. Прямо вот с ума сойти. И я не знаю. И люди ходят. Да, вообще-то я хожу. Я тоже люди. Вот. И все прямо вот он находит всё самое такое вот страшное. Если женился, это много раз. И каждый раз не везло. И так далее. Я говорю, ну, Толубеева, я знаю, конечно, хорошие артисты. Чё вот это вот всё вот грязь какую-то вспоминать? Ну, пускай останется светлой память о них. Ведь это на кого угодно можно грязь накопать. А на нонешних и накапывать не надо. Вот только посмотреть. Вот он выходит. Стихи читать. Вот этот вот. Который. Сын своего отца, Ефремов. Да, вот так он выходит. И качается. И у меня даже вот с экрана запах идёт. Перегар, да. Ну, что такое. Ладно. Ну, всё на сегодня. На сегодня, не знаю. Наверное, опять появлюсь. До свидания. Доктор Влад с вами. Субтитры сделал DimaTorzok